Доброго времени суток! Мне тут задали вопрос посмотреть, в частности Покровск, почему просят ВСУ уехать из города. Но дело в том, что об этом просят не только в Покровске, это и в Бахмуте, и в других населенных пунктах. Так, прямо настаивают, не думая о том, что куда люди уедут, и есть ли для этого возможность. Но давайте посмотрим, а в чем же причина вот этого настойчивого желания, чтобы жители уехали. Итак, для чего ВСУ настаивают на том, чтобы жители населенных пунктов уезжали? В чем причина? Ну, в какой-то степени они, конечно, понимают, что в населенный пункт придут. Подразделение другой страны или ЛДНР, и будет жарко. Но сказать же не, как боевые действия вести, допустим, в городе, да? Это же сразу поднимется вся пресса международная о том, что как это они ведут бои на территории города. Будет очень много разочарований и у украинцев, и за рубежом. А хотят же быть победителями, а вдруг победит Россия, да? Поэтому нужно сделать так, чтобы жителей в городе нет, можно устроить Мариуполь. Дело в том, что ВСУ до конца не понимает, как будут развиваться события. Везде и всюду говорят, что они побеждают, но явных побед нигде нет. Да, они где-то удерживают длительное время. Населенные пункты не сдаются, но при этом в других местах идет прямо в огромном количестве сдача ВСУ. Поэтому что будет происходить на территории определенных городов, неизвестно. Тем более, это, допустим, чаще всего довольно-таки крупные города. Вот Бахмут, Славянск, Краматорск. Понимают, что будет тяжело, но, в принципе-то, они не настолько глупые люди. Не будем шапкозакидательством заниматься, да? То есть понимают, что если остаются гражданские, а им придется выбирать и порою даже где-то, видимо, уничтожать какую-то инфраструктуру, чтобы это особо никто из гражданских не видела. Ну и, конечно, разбомбить дом, где никто уже не живет запросто. Можно устроить, как сейчас зачастую любят делать, как в Кременчуге взорвали завод наши, а сказали, что торговый центр. Да, торговый центр поврежден, но самое интересное, что там везде всегда говорят, что его уничтожили, а один товарищ очень умный. решил пропиариться, снялся раньше времени, и видно, что даже бутылки на полках не валяются, а стоят, что невозможно при даже ударе взрывной волны. Какие последствия для городов, если люди, большинство, так скажем, жителей этих городов уедут? Ну, можно разойтись и повеселиться на всю Ивановскую. То есть, можно выпустить пар по-хорошему. Можно делать все, что угодно. Как говорится, как на сердце ляжет. Думать о том, как сохранить все-таки города особо не надо будет. И медленно, целенаправленно можно заниматься своим действием. То есть, можно держать город до бесконечности. Потому что, если под своим контролем. Потому что если много жителей, их надо чем-то кормить, снабжать водой и так далее. Если там жителей нет, то можно сидеть на своем обеспечении военном и не переживать. Сколько нужно. Ну, плюс, далеко не все готовы воевать, чтобы так, чтобы видеть страх и ужас в глазах мирных жителей. Поэтому, если их не будет, то спокойно можно заниматься своими делами. Даже возьмите тот момент, когда в Северодонецке людей на завод зазвали или согнали, не знаю, не буду говорить этого. Вот. Но при этом город можно спокойно расстреливать, а жители находятся на заводе. А потом жителям сказать, что это русские разбомбили весь город. Так, как говорили в Мариуполе об этом. Вот, скорее всего, в этом причина, что мирные жители как бы мешают подразделениям ВСУ делать то, что они считают нужным в городе. Держать его столько, сколько им нужно. Вот. И занимать квартиры, занимать дома, то есть там по полной вести боевые действия. Не надо заниматься обеспечением мирных жителей и так далее. Все-таки я думаю, что не настолько все прямо в двери. Вот. Поэтому, когда нет мирных жителей, не болит головная голова за их жизнью. Поэтому они и настаивают на этом. Но другой вопрос, что если что, вы вернетесь, кто бы не победил у этой битвы титанов, вопрос, будет ли вам куда вернуться. Потому что цель Донбасс сделает, как выжженная земля. Ну, вот такой расклад, почему пытаются уговорить мирных жителей уехать из своих городов. Только большинству ехать некуда. Кто хотел, тот уже уехал. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. Принимать решение оставаться или уехать только вам. судя по тому, что в том же Лисичанске происходило, то, в общем-то, в СУ особо воевать не хотят. Поэтому думайте, взвешивайте. Еще раз берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. До новых.